здравствуйте друзья ну по просьбе подписчика делаю комментарии в начале в самом чтобы было понятнее значит как он попросил нас автора этого ролика значит ситуация такая он приобрел сим-карту в салоне ну и ему поступило sms хотя он сам кредитов не брал поступило sms он решил ради интереса перезвонить и услышать и вот как как он говорит как сотрудники банка не удостоверившись просто сливают информацию совершенно посторонним людям не убедившись вообще что и как ну слушаем делаем выводы меня зовут михаил михалович мне пришла sms к что есть какая-то программа прощения вот хотел бы поподробнее узнать номер договор либо номер сери паспорта назовите пожалуйста узнаете сейчас нету под рукой потому что ну не дома и по номеру посмотрите смс поступил на телефон в который вы звоните на будущее пожалуйста если звоните в банк или номер договор либо номер сери паспорта нам удобно найти заемщиков много да и фио может быть спадает с другими клиентами просто смс к сейчас пришла и в данный момент мне под рукой мне что-то не отображает а другой какой-то номер указывал вас в договоре как актуальный нет у меня только этот номер и вот смс очка пришла паспортные данные не помните не помню к сожалению не помню я недавно менял как недавно года три назад но так чтоб наизусть не помню сейчас попробую другой программе смотри минуту михаил михалыч для вас есть уникальное предложение я поняла поняла но в смс не было номер договора нет к сожалению только просто номер телефона вот позвонить актерин да 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 отобразилась нашла так сейчас откроет теперь договор статусе акции михаил 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 очень небольшая как мы конечно вам о предложении расскажем вас остался долг не погашено перед нашим банком хол кредит договор оформили в тринадцатом году в ноябре тринадцатого года вам был свернут график на полную оплату и док с данного времени ваш больше не растет но вы оплату как в ноябре тринадцатого года три года назад нанесли на счет так по сегодняшний день не закрыли остаток долга вы не вовремя платили ваши штрафы были по сути вы даже общее количество штрафов было у вас на 2911 рублей 83 копейки это сумма недоплата по штрафам это ваша заслуга эти штрафы их нужно оплатить договор не закрывает сама ваш кредитная история не восстанавливается 1541 рубль вы знали об этом да вообще-то нет я думал этот кредит закрыт нет но тут видите как бы во-первых банка за небольшие долги не осведомляет это же личные затраты процесса взыскания до звонки уведомления а здесь не просится небольшой долг и если какая-то альтернатива банк заявляет мы смс отправляем дали потом дозвониться до клиента у вас действительно как бы все оплаты которые были от вас они были на счет ежемесячного перечисления в июле 13 1790 потом в октябре 13 5 715 и в ноябре 13 3 200 оплатили то есть вы вносили как бы платежи просто не вовремя если платили по 1556 рублей раз в месяц никаких штрафов бы не было еще раз будьте добры когда последний платеж был 3 200 3 ноября 13 года больше трех лет прошло ну банк у вас неоднократно сведомлял то есть если вы хотите ссылаться на статью до сроки давности в том случае она актуальна когда клиента банка не уведомляла мы вас постоянно уведомляли ничего не проходило на адрес не знаю потому что номером и телефона отправляли которые вы ранее оставляли как актуально почему я сразу не нашла 928 102 22 63 вот эти номера телефона вы пользовались ранее него банк неоднократно отправлял уведомление вы должны были клиента уведомлять домашним и звонили последний раз в январе 16 года связь прервана на номер 8624 в конце который заканчивается и вы его оставили на адрес регистрации отправлялась как заказное письмо с уведомлением я не знаю отправлялась не отправлялась банкова старался уведомлять хотя мы принципе то не обязаны были делать это ваш интерес а как тогда в суде вы будете рассказывать что вы чем-то уведомляли если у вас нет уведомления о вручении письма там что вы послушаете суд если будет да вам поступит на адрес регистрации исполнительный лист будет уже оплата вернее судебное решение будет уже оплату производить до судебного решения сначала наверное судебный приказ будет ну безусловно судебный приказ отменяется в 10 дней это не страшно естественно он отменяется если банк примет решение чтобы вы встретились в сторону как бы вы наши юристы если не принимает решение продажа долга это следующая альтернатива по процессу принудительного изыскания мы вас не вынуждаем платить послушайте это ваши долги это смешно что не закрываете остатки долга портит свою кредитную историю в дальнейшем она всплывет за сумму задолженности если вам сейчас одобрять другие банки на мелкие суды на мелкие суды как только вам понадобится более крупные суда либо ваши близкие родственники могут будут обращаться будут проверяться до близкие но близкие родственники то если будут только обращаться в тот банк только если которым я должен а в другие банки близких родственников не касается который подлежит взысканию а вы не знаете как сотрудники андрайдинга работают хорошо поэтому не утверждайте чего не знаете а я говорю по факту что сотрудник андрайдинга когда родственники близкие там да у вас только касается того банка где заемщик проблемным а другим все равно забраться да в имеется ли долги у близких родственников и виде долг может не одобрить я просто вас осведомляет да об этом как может быть так вот сейчас вы можете решить вопрос несмотря на большой период неоплаты если вы не располагаете деньгами на погашение полностью долга 1541 рубля да действительно действует акция амнистия на условиях что если вы 500 рублей внесете к 13 декабря на свой счет кредитного договора в течение 7 дней взыскание на оставшуюся часть долга навсегда будет остановлено требование к оплате остатка долга 1041 рубль банк вам не предъявляет при желании доплатить нет желания претензий не имеем знаете вот меня меня интересует данное предложение но только при одном условии ваши слова все прекрасно я вам верю но знаете как говорят самое лучшее доверие на условиях предоплаты можно мне выслать на адрес регистрация условий этой акции как только я его получу сразу его подпишу ну ваши слова 7 дней действует письма пойдут по 2 недели значит вы не успеваете по акции вы ничем не рискуете вы оплачете на свой договор делать аргумент подождите михаил подождите секунду вы считаете что вы должны деньги банку ну возможно так платите на свой договор я вам что отдельный счет какой-то предоставляю нет 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 если вы я сейчас речь веду я речь веду именно про акцию верю не верю мы не играем акции количество ограничено не нравится оплачиваете в полном размере долг подлежит взысканию полностью не нравится предложение не пользуйтесь это предложение ваши условия не ставьте банку ну как-то это предложение хочется на бумаге вы работаете на условиях банка если вы сами себе не доверяете что вы на свой договор кладете где имеется долг и считаете какие-то лишние 500 рублей 500 рублей положу а потом банк скажет а ты оставшийся должен я говорю как мне вот по телефону ска говорили михаил михаилович вы должны 1541 рублей хорошо я вам предложение не предоставляю раз вас там мне никакие то верю не верю мы не играем я еще раз повторяюсь на ваших условиях банк не работает не нравится не платите по акции оплачивайте в полном размере не позднее 13 ноября вам банк дает на оплату 7 дней какую сумму будете погашать ну уже буду думать раз банк не хочет мне навстречу идти я буду думать идти какую сумму вы будете оплачивать я вам даю 7 дней вы простите и так должны нам не один год не страшно срок исковой давности не вышел значит я фиксирую отказ от погашения кредитурской задолженности у вас есть 3 дня нет михаил михаил я вам даю срок 7 дней озвучьте мне конкретную дату когда вы оплатите не можете мне ничего давать банк вам дает срок 7 дней это моя личная прихоть ваша личная прихоть наверное вы уже устали вам пора домой я еще раз повторюсь ваш долг 1540 рублей одна копейка вам банк устанавливает срок 7 дней с момента осведомления вас о долге сегодня в 6 число ну я подумаю когда не позднее завтрашнего дня перезванивайте к нам в банк сообщайте четко информацию будет ли оплата в полном размере по сроку по долгу либо по акциям нечет это тоже нечестно кому надо банку или мне что я звонить то буду это кому нужно то вам решать как вы поступите в филиал банка можете подойти и уточнить по поводу акции до свидания до свидания я бы конечно обязательно бы воспользовался возможностью приявил бы этой молодой особи что это не я никакой не Михаил Михайлович Тюрин и так далее то что симку купил просто хотелось бы послушать ее реакцию ну вот авторы так в принципе молодец но так или иначе блин жаль конечно что я могу сказать по этому поводу ну во первых слышите да как голос меняется у этой сотрудницы да из вежливого учтивого переходит в такой некий истерично командный это у них по моему уже в подкорке должников всех клиентов банка которые в статусе должника считать как я уже говорил извините за выражение насрана мы тут все такие банкиры мы не работаем на условиях ваших мы работаем только на своих условиях да кто вы такие вы попрошайки вы вообще паразиты вот на теле народном извините за вот это вот за этот патриотизм может быть кому то он покажется ложным но когда я слушаю как они диктуют условия вот из уст каких-то марамоек вот этих вот знаете малолеток которых там понаучили их зазомбировали и вот это вот льется вот это дерьмо опять же извините за выражение да по другому не назовешь всего то что мы сейчас с вами услышали вот вы и вот этот вежливо учтивый тон как я и сказал он только добавляет запаха вот этого зловонного этому и так уже ну скажем так всем надоевшему месиву да вот и слов из их отсутствие интеллекта и так далее и тому подобное просто взяла овца слила информацию даже не то что спроси фамилию а сама предположив что это некий тюрин михал михалыч 500 рублей да вот до такой степени жадные да но человек уже платил платил какие-то штрафы набежали нет это же нельзя даже назвать на мой взгляд каким-то там ну соблюдением каких-то принципов это нет это не принцип они же получили с человека уже все что хотели получить и дожимают еще вот таким вот образом блин слушаю очень много роликов да ролики в очередь выстраиваются от моих подписчиков людей кто слушает наш канал выкладываем по возможности да чтобы мы всех постепенно выложить ребят вы присылайте если долго не выкладываем либо ролик не соответствует потому что очень много нытья всякого ерунды ну не интересно это мы не выкладываем а вот какие-то такие достойные где человек себя ставит выше вот этой звонилки это конечно всегда будем выкладывать ну и не забываем не забываем описание видео все очень ну все очень важно и интересно ссылочки на наши регулярные вебинары на которых мы скрываем все вот эти секреты банковские ссылка для тех кто хочет стать под юридическую защиту тоже в описании видео ссылка на наш сайт на сайте повторю есть видео которое обязательно нужно посмотреть вот буквально сегодня звонит человек и начинает я ему говорю а вы вообще смотрели видео на сайте да смотрел ну хорошо что вас интересует и он начинает спрашивать то что вот сколько стоит а можно ли вот так а можно ли вот так это все выложено в видео что вам стоит посмотреть видео да и уже скажем так когда вы получите звонок оставить заявку не тратить свои деньги да во первых нам очень тяжело дозвониться это просто то что выходной сегодня а значит на сегодняшний день сейчас в этот комментарий восьмого числа выходной этот человек сумел дозвониться причем там дежурный бери сидел в офисе да и я был в этот момент в офисе сумел человек дозвониться чудом и скажем так не посмотрел видео и давай задавать вопросы такие которые в принципе он получил бы ответы посмотрев бы это видео поэтому на сайте есть видео пожалуйста смотрите его а потом оставляйте заявку на бесплатную консультацию наших специалистов в этом случае вам обязательно перезвонят да и в любом другом случае но будет уже разговор скажем так выражаясь языком коллекторов конструктивный только в том самом понимании этого слова и вы получите дополнительно тоже ту информацию которую не услышали по каким-то причинам в этом видеоролике как устроена работа кредитных юристов ну и не забываем подписываться на канал ставим лайки и также ссылочка на нашу группу вконтакте там дублируются все наши ролики пожалуйста тоже вступайте в группу на связи был Дмитрий Кузнецов центр юридической защиты компания Аля до свидания